Мы на Витебском вокзале. Ждем мой поезд. Всем привет! Я в аэропорту Борисполя в Киеве. Слишком рано приехала, все так быстро получилось, ждала 3 часа. Теперь наконец-то идем на посадку. Сейчас около 5 часов вечера, а вылет в 5.45. Тут у меня дьюти-фри. В общем, как всегда. Связи у меня нет, поэтому буду надеяться, что мои любимые родственники меня встретят. Но на самом деле я не всегда встречу этого время. Ну все, я прилетела. Меня тут встретили. Принц, мне сказали, что ты рулил. Да? Да. Принц, покажи, как ты рисуешь. Смотри, расскажи про свою книгу. Вот такая у нас книжка из Германии. Карандашик с водичкой. Его можно грызть, пить, делать все, что хочешь. Да, принц? Ага, все, надоело. Можно вот так рисовать водичкой, потом это все высыхает. И в дорогу брать можно. Ты мне навернись, да? Всем привет. Как вы видите, судя по солнечной погоде, я успешно прибыла в Хургаду. Я проснулась, у меня от тяжеленной сумки болят. Руки, ноги, плечи, шея. В общем, самочувствие так себе. Довольно прохладно, плюс 15, ветрено. Сейчас я буду на балкон, покажу. Ладно, море тут сразу возле дома. Но я что-то не хочу идти. Сейчас плюс 20 днем, ночью было плюс 15. Уживающими. 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 Я решила сходить на крышу и рассказать там. В общем, летела я через Киев. Сначала я поездом лебедем набралась до Киева сутки. И там пересела через несколько часов. У меня был самолет, который стоил 120 евро, по-моему. Ой, 120 долларов. Долетели нормально. Виза стоит 25 долларов. Но я купила ее за 22 евро. Потому что не успела в празднике поменять деньги. И потом уже все банки были закрыты в итоге. Долетели нормально. Правда, приземлялись довольно так противно. Меня встретили. Смотрите, какой здесь вид. Правда, внизу стройка. Потому что это расстраивающиеся новые районы. Но мы не будем обращать на это внимание. Главное, что я в тепле. В относительном. И проведу здесь около 2-3 недель. Потом полечу в Украину. Я, в общем-то, прилетела. Потому что племяннику моему исполняется год. Скоро вот. А, завтра. Будем отмечать. Дай Бог, мы снимаем блоги. Пойду сейчас кофе пить. Принц. Тебе завтра день рождения? Да, скажи. Да. 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 Тебе годик будет? Да. Понятно. Мы садимся обедать. У нас суп-пюре с яйцом. И домашний хлеб. Ты не плачь, не нервничай. Тоже с нами будет кушать вместе. Сейчас дадут тебе тоже суп. Сейчас. Мама даст. Есть суп? Да. Набирай полную ложечку и в рот. Мне так странно. Я весь день просто ни черта не делала. Уже вечер. Сколько время? Часа четыре, наверное, пять. Вид хороший. Если будет что-нибудь интересненькое, я, конечно, вам приступаю. Но пока снимаю горы. Я надела теплую кофту, в которой хожу в Питере. Потому что мне очень здесь холодно. В квартире холоднее, чем в питерской. Вот. А на самом деле я вышла показать вам... Сестра моя белье развешивает. Закат с другой стороны. Я вам показывала с той стороны, где море. На прическу не смотрите. Здесь волосы не лежат, вода другая. Сейчас. Вон там горы. Такой закат. Восточный. Тишина. Ветерок обдувает. Вообще, конечно, если было немножечко потеплее, для меня было бы идеально. Ну, как есть. Красиво очень освещение. Принц, вот расскажи взрослым тетям и дядям, что ты, малыш, ешь оливки. Подожди, я тебе косточку достану. Ну, подожди. На. Вкусненькая, да, оливка, скажи? Зубов нет, а оливки уже едим. Очень вкусно. День рождения. Угу. Угу. Воу! Нет. Принц. Ай-яй-яй, свечку стыбрил. А давай мы теперь зажжем. Смотри. Вот это да. У нас троллы из блинов. Да. Принц, вкусно? Ага, ты мандаринку ешь, которую я из Питера привезла тебе? Ну, хорошо. Принц, теперь ты ешь чизкейк? Да? Понятно. Принц, ты будешь еще играть? Да, давай еще разик. Где принц? Гу-гу! Гу-гу! Продолжение следует...